и снова всем здарова с вами пьяный пони сегодня будет небольшой обучающий ролик все это будет делаться в соло что еще сказать но я вам покажу определенные дома несколько именно покажу как их держать более-менее удержать постараться и чем они удобны чем неудобны ну и как там отстреливать врагов своих же друзей товарищей ладно насчет товарища это обычно я такой херней страдаю бывает когда мне что-то не нравится определенная так что извиняюсь это моя любимая милта спасибо вот именно о тумане я и мечтал если честно тогда милка нужно ехать так даже лучше но и и и и и и и и Будьте готовы! Еще кое-что запомните, для девок школы есть три гаража, даже можно посчитать четыре, если брать в расчет вот этот, хотя он уже ближе к руинам, где же ближе? Раз, вот здесь вот в рожке два, здесь три, ручки там и четыре. Где вот эти два основных спаунных датчиков из гаража, точнее, гаражисты, которые не используются. Так, сейчас мы возьмем машину и отправимся на мир. Нормальный круг такой. Санкт-Петербург, вот и заломатом пистолет. Так, нужно какое-нибудь оружие прихватить побыстрому. У меня не густо в плане оружия, но хоть брать есть. Это хотя бы дробовик, дай мне. Как все плохо. Ну ладно. Заведемся на пистолете. Встреча. Заведемся на пистолет. Субтитры создавал DimaTorzok Домик гаражного типа Ого, мутант За что? Итак, ну и основной плюс этого дома Я думаю, вы уже знаете То, что можно залезть на крышу Особенно, если Зона отходит в другую сторону То есть, вы можете Беспалевно сидеть на крыше Да-да, я уважаю Предположим, что я не нервничаю Так, вот Самая удобная позиция на такой крыше Потому что Отличный обзор И при этом имеется защита от выстрелов По крайней мере с передней Сзади Ну, все зависит от зоны Как она сойдется Дальше Укрытие здесь Те же самые Угол раз В котором вас, в принципе, не видно Если вы не будете двигаться Особенно, если присядете Вы можете Беспроблем Отстреливаться даже с людьми Которые вот отсюда пойдут Дальше Если вы стреляетесь с людьми Которые идут На вас напрямую То есть Вот отсюда Я помечу это Примерно В пределах вот такого расстояния Они вас не зацепят То есть Не будет торчать Ваша каска Кусок одежды И на еще что-нибудь Похожее Дальше Вот этот угол Я бы посоветовал Больше всего Но он не всегда удобен И не всем Минус С этой стороны Ваша каска торчит Как вы можете заметить Краешек Но по этому краешку Достаточно всадить Два патрона 7.56 7.62 Извиняюсь Перепутал Два патрона 7.62 И ваша вторая каска В принципе Развалится уже На части Грубо говоря Также Имеются плюсы Такого Здания Еще Вы только что видели Я падал На вот этот Небольшой Краешек То есть При Определенных Навыках И Более Менее Прямых Ну или Не слишком Прямых Руках Можно Нававчиться И вот Так вот Например Зайти за спину Противника Что Весьма Вам может Помочь В определенных Моментах Тот же Вариант Может Прокатить Сейчас Сейчас Я залезу Обратно Такой же Вариант Так же Может Прокатить Если Противник Прячется То есть Вы Зашли Отсюда Противник Стоит Там Но Не хочет Выходить Если Вы Играете В Складах Желательно Чтоб Здесь Один Человек Остался И Потом Второй Человек Просто Подойдет Сюда Сделает Так Или Просто Забьет Сковородой Хотя Это Маловероятно А вот И Бояться Так Заодно Поговорим О ДП У меня Есть Один Подписчик Который Ее Дубит Ну Не Наверное Можно Сказать Даже Обожает Да В целом Из оружия Оно Одно Из самых Стабильных Можно Сказать При учете Что Нет Обвесов Вообще Что По сути Редкость Минусы А сейчас Я вам Покажу Во-первых Низкий Темп Стрейн Б Во-вторых В зависимости От Расстояния Банж То есть Вот Даже На таком Расстоянии Разброс Патронов Очень Даже Высокий Другое Дело Если Стринять Через Прицел Там Проще Контраст Дело Но Если У вас Нет Времени Его Использовать Скажем Так ДП Не Лучший Вариант Неближнего Боя Ну В целом Как оружие Довольно Неплохое Мне Больше Нравится 249 С которым Я бегал В прошлой Игре И так Ну С этим Домом Я думаю Большая Часть Вам Ясна Сейчас Я Покажу Еще Одну Фишку Но Иногда Это Сложно Сделать Поэтому Я Вам Покажу Это Здесь Покажу Да Вот Кстати Главный плюс Тачки Такой В том Что С помощью Нее Можно Залезть На Любое В принципе Небольшое Здание Минусы Она Немножко Толкается Сама По себе Вот Вы Видите Так Я Не так Поставил Вот Так Вот Будет Лучше Ну Надо Же Как Я Припарковался Прям Сразу Вверх Залез И так Вот Так Вот Вы Можете Залезть На Крышу И Соответственно Получить Дополнительное Преимущество Над Врагом Но При Учете Того Что Как Вы Видите Сверху Там Есть Еще Один Дом Уже Преимущество В данном Случае Как Такого Ну Особого Не Будет Но Опять Все Зависит От Зоны Так Еще Один Тип Трехэтажных Домов В частности Именно Этого Дома Почему Я люблю Этот дом Во первых Много Укрытий Довольно Таки Повсюду Открытая Местность То есть Как Таковое Зарашить Его На Ножках В целом Нереально Тонко Если Вы Не Используете Читы В остальном Вы Царь И бог Здесь Можно Сказать К тому же Внизу Имеется Небольшой Забор Пусть Он Поломанный Частями Но Место Для Прострелов Имеется Также Есть Похожие Двухэтажные Дома Но Их Я Рассмотрю В следующем Ронике Но Как Нибудь Потом А Сейчас Я Перечислю Плюсы Этого Дома Дальше Почему Именно Этот Дом Мне Больше Всего Нравится Как Я Уже Говорил Открытая Местность Однако Его Зарашить Не Получится Единственный Вариант Вот Если Прикрываться Этим Дома 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 Все Что Будет Бежать С Холма Или Стрелять С Холма Вы Здесь Можете Спрятаться Также Вы Можете Спрятаться За Дверью Или Внутри Дополнительный Плюс Вот Этот То есть Вы Ближе К стенке Идете Легким Движением Руки Панца В зависимости От того Чем Вы Пользуетесь ПК Или Мобильником Вы Можете Оказаться Сверху Над Противником Желательно Вот В этом Углу По Моему В нем Больше Всего Незаметно Вас Сверху И Расстрелять Его Если Он Будет Подходить Также Дополнительная Защита Если Имеется Союзник Вы Вдвоем Можете Это Закрить И Расстрелять Внутри То есть У вас Несколько Уровнев Защиты На Втором Этаже Например Вот Этот Просмотр Лестницы Плюс Ну Как я уже Говорил Это Довольно Таки Неплохая Препость Если Зона Сходится Туда Вы Просто Можете Прятаться Здесь Здесь Вас Не Пространят Ни С какой Стороны Кроме Той И то Вот Благодаря Вот Этому Бетонному Заборчику Сверху Вас Будет Сложно Пространить По крайней Мере В этой Местности С этой Стороны Ну Здесь Вас Но только Если Вы Сядете Даже Вас Никто Не Зацепит Потому Что Как Вы Видите Вот Я сейчас Показываю Вот Обзор В целом Ничего Не Видно По Сути Но Ваше Тело Полностью Скрыто Так Ну Я думаю Пора Ехать В зону Я Здесь Особо Не И Не Напрягаюсь Сейчас Это Все Таки Больше Обучающее Дело Нежно Игровое Я Знаю Вам Возможно Хочется Больше Экшена Но Знаю Вам Хочется Больше Экшена Но Пока Что Это Все Обучение Идет Идет Я Постоян Казал Большой Домик И Поедем Вся Внутри Большой Ставь Аптечек Если у вас нехватает аптечек и вы находитесь вне зоны приездачной безопасной местности Лучше используйте бенты, потому что в любом случае вас пока никто не убьет, зато на всякий случай у вас останется одна-две лишних отточки, ну в зависимости от того сколько у вас охотнется вообще. Сделаем тачку, а здесь это должно сработать, вот у нас есть еще один прикол с дверями. Можно толкать тачки. Плюсы, вот эти маленькие щелочки, очень большой плюс, во-первых, потому что не сразу вас можно заметить, ну и во-вторых, потому что если вас будут рашить, это будет неожиданно, по большей части для людей. Так, секундочку, я подхилю еще. Так, вот это окошко тоже выходит в принципе на ту равнину, которая рядом с нами. Этот холмик небольшой. Вот, но есть минус, очень жирный минус. Если вас заметят, если это будет снайпер с болтовочной винтовкой, то скорее всего вы останетесь без каски. Так. Плюсы этого здания я уже показал большую часть. Дальше, вот дополнительные окошки для прострела тоже, опять же, если зона сойдется именно на этом дом, удобно прострелить людей, которые будут... Так сказать, идти на пролом без тачки. Или они просто, может, дураки, мудаки, извиняюсь. Всякое будет. Далее. В чем еще плюс таких домов? Это углы. В данном случае вот этот угол, но у него есть минус в том, что он может прострелиться вот отсюда. И вас могут поймать. И вот этот, он и безопасный угол, но при этом вам лучше держать. То оружие, то есть основное оружие поставить на двойку. У меня всегда, в основном всегда, то есть в любой игре я ставлю оружие основное на единицу. Соответственно, вот, например, тарчащие сошки от того же ДП могут вас спалить. Или вот за стенкой, если вдруг будет видно, там кусок вашего оружия тоже вас может выбить. Но, есть еще один плюс. Если у вас имеется молотов, в прошлом ролике, я думаю, вы видели, можно неплохо вот перейти вот эту уместность. И, соответственно, маним, кто не пройдет. Сколько там? 3-4 секунды. Или 5. Я не помню, сколько молотов работает. Но опять, около 5 секунд. Так, пора ехать в зону. Я тут задержался. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Как же мы ждем отсиживаться в сторонке, пока другие воюют? Ну, сейчас, извините, по сути, я делаю то же самое, но в данном случае я снимаю ролик. Ну, да, я такой, что поделать. Итак, первая тачка. Обычная. Возьмем пистолет. Пробиваем задние колеса. Даже при двух пробитых задних колесах, вы можете на ней уехать. Потому что у вас две тренировые тренировки. И это нормально. И при этом вы будете сохранять в одной скорости. Вне зависимости от того, что у вас все же пробита расставная часть колеса. То есть, задний. То есть, у вас не хватает задних колес. Дальше зона уже сильно поджимает, поэтому я вам покажу попустим. Озик. Если вы остались один, без склада, где-нибудь паркуетесь на открытой местности, то есть зона в открытой местности, пробиваете два боковых колеса и постарайтесь взорвать его так, ну, чтобы не пострадать самому, или не сдохнуть хотя бы. Он послужит вам хорошим укрытием, так как пробивая два колеса, по сути, вы уже недосягаемы для противника, а через щелочку, которая там остается, можно пробить разве что с ближнего расстояния. С дальних расстояний это не прокатит. Так, манекен, чуть-чуть, чуть-чуть, с вами, общаемся. Субтитры подогнал «Симон» Так, вот насчет этих зданий я еще хотел поговорить. Здесь тоже, как видите, есть боковые такие выпирающие стеночки небольшие, но минусы очевидны. Здесь у вас все же видно, что в этой стороне особенно, но это понятно, и в этой вообще в частности. Вот это была шикарная граната. Страйк! Хотя получилось, что у меня действительно Сочи, и это явно, по-моему, Сочи и машина. Так, дальше. Применение вот этих окна. Вы можете использовать эти окна, в принципе, в любом положении, вне зависимости от того, на холме вы под холмом, хотя если холм под вами идет, то нормально их использовать вы не сможете, так как обзор довольно ограничен, но забравшись на диванчик, вы без проблем сможете гнадить в окошко. Так, что еще, что еще, что еще. Далее. Здесь на крыше можно собраться. Вы, в принципе, ну, большая часть из вас, скорее всего, об этом знают. Не все, но в целом, да, позиция хорошая, но при этом она вас полностью раскрывает, что является большим минусом. Далее. Так, ну, будем надеяться, что меня не убьют. Я еще прожил немножко. Вот так вот спрыгнем сюда. Если у вас есть возможность собраться на вот эту цистерну. Ага. Говорит, что у тебя там есть. Дай мне 416. Забравшись на эту цистерну, вы можете и так же получить дополнительное преимущество, если зона сошлась на похожий, например, как это здание назвать, похожий маленький ангарчик. Вот преимущество основное, запрыгнуть сюда. Черт, я уважаю, я уважаю, я капитально уважаю. Вы можете запрыгнуть сюда и тем самым получить определенное преимущество над врагом. С этой стороны вы, в принципе, можете подогнать тачку и перекрыть выход ей. И забраться сюда, и дождаться определенных людей, которые, например, вас ждут. И на которые к вам подъедут. Тоже, в принципе, будет. Морбетка и тачка подозрительно. Кстати, вот насчет еще таких, этих маленьких домиков. Как вы видите, здесь тоже имеются разрезы по типу тех, которые были в домике гаражного типа. Но они пошире, но при этом в плане дны поменьше. Отсюда, опять же, тоже неплохо простреливать холмы. Но есть вариант, что вы получите по башке. Наклоны, кстати, здесь тоже частично играют большую роль. То есть, если я вот смотрю вот так, выше у меня уже блокируется оружие. А если посмотрю под наклоном, уже можно просмотреть нормально. И, например, под другим наклоном. Но хотя под этим хуже. А вот под дымом нормально. Также, дополнительный бонус. Если она находится в открытом поле, но при этом поле гладкое. То есть, без вот таких вот гор, перед которыми я сейчас сижу. Вот отсюда вы можете без проблем отстреливаться, как без дота. Дот, если кто не знает, это оборонительная снаряжение. Оборонительная точка была такая. Бронированная. Обычно с установленным в ней пулеметом. Я думаю, многие из вас играны. Call of Duty. Старые, хотя старые версии вряд ли. Medal of Honor. Но попытка не пытка. И вот там точно были доты. Как вариант, еще могу сказать, что они были также в Redunner. Но не помню, у какой страны. Так, еще один, потому что такого здания. Пока я живой, я думаю, я могу показать. АВМ. Или не могу показать. В общем, используя машину, можно забраться сюда, выше. А потом, соответственно, залезть на крышу. Но, к сожалению, не получается. Потому что помешают определенные субъекты, которые мне, честно, помешали. Вася, Новый год. Я же оталтворился. Рот. Так, а где этот придурок? Я его не встретил. Так. Ну. Что ты делаешь? Беты. Многими, кстати, я советовал поиспоить. Да, у него не слишком высокая скорострельность, но по урону он довольно неплох, хотя без рукоятки его бросает. Если я возьму в этом родине, то подниму с вас прочитаю, а если не возьму, то можете забросить и больше не смотреть. А вот и этот. У меня ни одного прицела. А у него АВМ. И одна граната. Каковы мои шансы зацепить его гранатой? А никакие прицела. Ну, давайте попробуем. Три, два, один. Поехали. ПНСК одно не то. Беги, сучка. Ну вот, с вас лайки. Я затащил и при этом сделал небольшой обучающий. Ну как? Ни хрена не небольшое. Оно вышло довольно большим. Ладно. На этом сойдемся. Закончим это пока что. Я надеюсь, вам это понравилось. Это хоть как-то вам поможет лучше играть. Вы можете написать в комментариях, что вам именно интересно посмотреть. И что вам объяснить я могу, например. Может не могу, но я по крайней мере постараюсь. Все зависит от вас. В общем, задавайте вопросы. Пишите комментарии, что вам понравилось, что вам не понравилось. Ну, хотя я знаю, что большинству не нравится то, что мои ролики, так сказать, полноразмерные и большая часть там скука. Но, как говорится, мне больше нравится, когда пишется полностью весь игровой процесс, а не когда только огрызки каких-то лучших моментов. Лучшие моменты я вам отдельно сделаю в ролике. В отдельном. Вы знаете. Два ролика есть, один еще впереди. Так что, пока на этом закончим. Итак, в итоге. Пишите комментарии, спрашивайте, что вам интересно. Если хотите, даже можете задать тему насчет чего сделать ролик, что вас именно интересует. Я посмотрю, прочитаю все это через какое-то время в любом случае. И, соответственно, сделаю ролик. По возможности помогу, чем смогу, так сказать. До встречи и пока. А, не забыл. Не используйте читы. Фу-фу-фу. Не надо. Играйте нормально. Играйте честно. Всем удачи. Играйте. Играйте. Играйте ниче. Продолжение следует...